Всем привет! Меня зовут Кристина Санько и сегодня вас ждет куча крутой канцелярии, которую я вам покажу, она необычная. Мне пришла огромная посылочка из Америки, вот так она выглядит. Там столько всего крутого, мне безумно хочется вам все показать. Это, наверное, моя самая долгожданная посылочка и я рада, что она наконец-то ко мне пришла и я могу вам о ней рассказать. Я сейчас снимаю вечером на улице, вернее даже это крыша дома, где я сейчас живу. Здесь дует такой легкий ветерок, морской воздух и мне вдвойне приятно сейчас рассказывать вам об этой посылочке и делиться своим летним настроением. Я заказала разных крутых штучек для творчества, представьте, на 25 тысяч рублей. Я заказала много всего крутого, поэтому не думайте, что там настолько все дорогое. Эту посылочку я заказывала из Америки с сайта Амазон. Это очень известный магазин, там ежедневно делают покупки около пяти миллионов человек. И вот в чем проблема. Многие из этих товаров, по статистике примерно 8 из 10, не доставляют в России, не принимают российские карточки к оплате. И это очень обидно, потому что товары там действительно очень крутые и качественные. В чем еще большой плюс, намного дешевле, чем в России. Я долго искала сервис, который помог бы мне доставить мои американские покупки в Россию и нашла. Это сайт почты.com. Это сервис по доставке покупок из Америки. Покупать в Америке намного выгоднее, чем в России. И что здорово, у почты.com самые низкие цены на рынке сервисов доставки товаров из Америки. А со скидками в США получается так вообще намного-намного дешевле. Как он работает? То есть вы выбираете из разных американских магазинов товары, которые вам нужны. Нам нужно просто ввести ссылки на понравившиеся нам товары, обозначить цвет, артикул, положить деньги на баланс сайта и все остальное просто сделают за вас. За вас они упаковывают все товары, которые вы выбрали в одну посылочку. Покупка приходит сначала на американский склад, а потом мы оформляем доставку и посылка приходит на пункт вытачи или к нам домой. Многие товары я покупала на распродаже и они стоили в несколько раз дешевле, чем стоит сейчас. Поэтому, мне кажется, лучше сразу зарегистрироваться, чтобы потом ничего не пропустить. Вам будет присылаться на почту информация о каких-то скидках, об акциях и вы сможете все это купить по низким ценам. Поэтому я искренне советую вам сайт, я безумно довольна, что воспользовалась им. Если вы хотите тоже купить какие-то покупочки с американских сайтов по выгодным ценам, советую вам зарегистрироваться на сайте почты.ком, чтобы не пропустить какие-то важные распродажи, потому что многие покупочки я действительно купила по низким ценам именно в день распродажи. Сейчас они стоят немного дороже. Все ссылочки будут в описании. Обязательно заглядывайте, регистрируйтесь и покупайте выгодно вместе со данной. Давайте открывать. Такая большая коробка, поставлю я ее вниз, а то она закроет весь кадр. И первое сразу бросается в глаза вот этот огромный чемоданчик с маркерами. Здесь вы просто себе не можете представить, здесь 100 разных оттенков. Это просто круто. Серьезно, ребят, эта штука стоила, я вам ставлю здесь скриншот сайта. Я покупала, по-моему, все это за 20 долларов. Не знаю, сколько она сейчас стоит, можно ценить на сайте, потому что там часто бывают распродажи. В общем, за 20 долларов 100 маркеров. Это... Сколько это сейчас, если? Это в переводе на рублей 1200 рублей сейчас по нынешнему курсу. Ребят, 1200 рублей за 100 крутых двухсторонних маркера. Это практически ничто. свои китайские маркеры, которыми я рисую сейчас. Это поделка под оригинальные профессиональные маркеры. Я их покупала в переводе на наши рубли за, по-моему, 4000 рублей. И там было всего 40 цветов. Представляете? 40 цветов за 4000 и 100 за 1200. Это просто нереально. Я когда увидела, даже не поверила своим глазам. Здесь еще в придачу шла вот такая вот коробочка под эти маркеры в подарок. Не буду вас долго томить. Давайте приступим и посмотрим, как эти малышки в действии. В общем, что хочу сказать. Маркеры нереально крутые. Ими рисуешь, и из них просто вытекают чернила. И пока чернила свежие, можно их отлично смешать с другими цветами. Наконечник в форме кисточки дает очень красивую прорисовку, тонкие линии. Плюс еще можно рисовать леттеринг, всякие идеи. Это безумно круто. Я просто в восторге. Это нереально крутая покупка. Так что я просто счастлива, что мне удалось такую штуку купить. Можно просто создать любую иллюстрацию. Реально, вещь действительно бомбическая. Далее я заказала вот такой вот наборчик. Это лайнеры разных диаметров. На Али я уже пробовала заказывать лайнеры, но они продавались по одному маркеру. Если заказывать целый комплект, это стоило тоже очень дорого. Эти маркеры тоже стоили достаточно дешево. Тоже видите скрин сейчас на экране, сколько они стоят сейчас. Это очень недорого. И здесь просто есть все диаметры. Это безумно круто, потому что когда обводишь свою работу, никогда не знаешь, какой тебе диаметр понадобится. А здесь уже реально есть все размеры. И это очень классно. Кстати, каждый пакетик он подписан моим именем и фамилией. Так что у нас здесь. Это набор для лизунов. Мы с Алисой часто делаем лизуны на своем втором канале. Так что такие наборчики нам действительно пригождаются. И на Али опять же стоят они безумных денег. Там я этот набор тоже купила по дешевке. Давайте посмотрим, что в него входит. Потому что я сама толком ничего не смотрела. Здесь наполнитель. Зеленые шарики. Так, вот такие красные. Ух ты, какие-то это хвостики русалочек. Какая прелесть. Они такие блестящие. Это похоже, не знаю, что это. Вы лучше разбираетесь в этом. Скажите мне, если я не права, но мне кажется, это какой-то хрустящий наполнитель, типа бисера. Но сначала я подумала, что это шарики Орбис. Какие милые. Это же единорожки. И здесь они есть просто единорожки, а есть мороженки. Просто прелесть. Есть еще вот такие пенопластовые шарики разноцветные. Еще есть вот такие шарики. Они тоже похожи на пенопластовые. Далее это глиттер. Вау! Смотрите, сколько глиттера. Это блестяшки на ногти. Но, как мы все знаем, эти блестяшки можно прекрасно добавлять в близуны. Они будут круто там смотреться. Вот такие вот баночки. целая коллекция. Очень здорово. И что это еще? Вау! И еще вот такие маленькие баночки с разными блестяшками. Они такие маленькие, крохотные. Просто очаровательно. И смотрите, здесь в каждой баночке есть такое вот отверстие. Так что после того, как мы используем эти блестяшки, можно сделать из таких баночек какие-нибудь диайвайки в виде кулонов или брелочков. По-моему, очень крутая вещь. Я прямо очень рада. Ребята, а это... Вот смотрите, я сейчас вам покажу эту коробочку. Напишите свои предположения, что сейчас находится в ней. Напишите сейчас в комментариях, посмотрим, кто угадает. Я немножко подожду, потому что эта вещь реально крутая. Поставьте на паузу, напишите, мне интересно догадаетесь, вы или нет, но это достаточно сложно. Но если подумать, то можно догадаться. Надеюсь, вы уже написали свой ответ. Томить вас больше не буду. Ну что, открываем. Это... Это перо. Тут маркер затесался. Это вот такое вот винтажное перо для письма. Так как я еще преподаю занятия по леттерингу, мне иногда требуются перья для разных стилей леттеринга. Плюс вот такое красивое перо. Оно отлично смотрится на раскладках в инстаграме и на видео. В подарок шли вот такие вот черные чернила и подставка под эту ручку. Мне кажется, ей даже жалко будет писать. Здесь уже есть встроенное перо и несколько разных перышек. Просто такая крутейшая подарочная упаковка. Ну что, давайте попробуем, как она в действии. Маркеры там можно было заказывать и поштучно. Поэтому я заказала еще вот такой каллиграфический черный маркер. Почему один? Потому что коллекцию маркеров с кистями я уже заказала. Этот я заказала, потому что у меня такой есть и я им просто рисую постоянно. Я боюсь, что он когда-нибудь закончится, и я его взяла в качестве, ну как про запас, наверное. Потому что это мой правда любимый, самый любимый маркер. Я им все время оформляю надписи по леттерингу в ежедневниках или в дневниках. Ребята, а за этим я гонялась, наверное, года три. Вот эти вот краски. Я думаю, кто увлекается леттерингом и каллиграфией, тот не раз видел эти крутейшие краски в инстаграме. Потому что раньше это просто был пик популярности. Многие иностранные девочки ими рисовали. И я реально искала такие краски везде. Нигде не могла найти. И я как-то забила на эту идею, а потом увидела их на Амазоне. Я просто была в таком восторге. Вот это фирменная краска, немецкая. Она очень красивая коллекция Винтаж. Их, кстати, несколько разных коллекций там были. И радужные, и классические, и какие-то там еще в стиле пинг, блю и так далее. Я их еще не пробовала, но сейчас мы попробуем их вместе с вами. И плюс заказала еще палитру вот такую. Это у нас, как я поняла, просто бюджетный вариант вот этих красок. Это японские, класс! Это японские, а это немецкие. Ну что, сделаем битву красок, посмотрим, кто из них лучше и вообще, чем они отличаются. Взяла специально несколько разных палитр, то есть здесь такие винтаж, более нюдовые цвета, а здесь более яркие. Ну что, бегом тестировать? Субтитры добавил DimaTorzok Кэриан давайте теперь сравним наши краски это у нас немецкие это японские что хочу сказать такими красками я рисовала впервые для меня это было необычно мне казалось что они жидкие на самом деле они сухие то есть они сильно сухие нужно размачивать кисть очень сильно чтобы взять краску как можно насыщеннее то есть вот видите здесь я пробовала брать краску полусухой кисточкой потому что думала что она будет жидкая но казалось что нужно все-таки больше брать водички и набирать красочку в принципе это не особо сложно и так красиво когда только набираешь жидкую краску и наносишь первый мазок очень красиво вот эта вот блестящая водичка растекается по листу очень красиво блестящий что хочу сказать по сравнению есть небольшое отличие здесь они выглядят как бы немного погуще здесь немного такой более акварельный цвет на самом деле знаете это не слишком такое большое различие но как видите цена у этих красок намного больше чем вот у красочек японских далее для леттеринга я заказала специальные кисти вообще специальных кистей для леттеринга их как бы не очень много и я и мы на занятиях рисуем обычными акварельными просто с тонкой кисточкой более заостренной на амазоне я увидела специальные кисти для леттеринга они там просто разных ценовых диапазонов были это были очень дешевые самые бюджетные и я уже решила потому что я уже так много денег потратил на всю эту канцелярию я решил показать более бюджетный набор здесь 12 кистей разной толщины разной высоты то есть кисточка достаточно высокая для буковок нужно достаточно такая длинная кисть вот хочу попробовать ей потому что я до этого пробовала стандартные специальные кисти для леттеринга мне очень понравилось выводить вот этой вот кисточкой и завитки и всякие украшения на букву потому что она делает их автоматически ровными то есть если мы рисуем обычной кисточкой красивые вот эти вот завитушки то они могут получаться у нас кривоватыми а вот именно с такой кистью они автоматом получаются ровные я не знаю как это работает но это действительно так действительно с такими кисточками получается рисунок намного выигрышнее этот наборчик мне тоже очень нравится здесь у нас маркеры для рисований на черной бумаге я такие уже заказывала опять же на али поштучно тоже они обошлись мне не дешево и там были в наличии только ну там от пяти до десяти цветов больше не было здесь целых 20 оттенков и я очень рада потому что многих цветов я даже не знала что они реально существуют металлические оттенки они просто крутецки смотрится на черной бумаге если вы смотрели мои старые рисунки то видели что я там показывала на черной бумаге разные красивые картинки и так далее но они у меня уже давно закончились поэтому я уже их не показываю они высохли они были не очень хорошего качества поэтому вышли из строя очень быстро надеюсь эти прослужат мне дольше так что давайте тоже посмотрим что с ними можно придумать и теперь у нас на тесте были вот эти вот маркеры мне они ну как вам сказать мне в принципе понравились ничего плохого в них не было мне понравилось что здесь очень много цветов но единственное что некоторые цвета почему-то не такие яркие как например другие вот бронзовые немного тусклые по сравнению с золотым но может быть если наложить второй слой это будет лучше но я очень довольна всеми этими маркерами мне нравится что они не такие дорогие как на алиэкспресс не отходя далеко от темы лет ринга я заказала вот такие вот специальные каллиграфические чернила а так как я повторюсь преподаю лет рингом и пользуемся на занятиях обычными чернилами и они совершенно не дают того эффекта который можно получить от настоящих каллиграфических чернил то есть это как бы совершенно другая ступень искусства здесь 6 баночек набор он стоил тоже не особо дорого я прям даже удивилась я думала они там будут стоить несколько тысяч рублей очень рада что вот получится мне наконец-то попробовать настоящий каллиграфические чернила потому что я их опять же не могла нигде найти даже на самом али их тоже не было так что такие вот наборчики здесь их 6 цветов единственное что не было здесь белого поэтому я заказала баночку отдельно можно там было заказывать и по штучным а можно наборчиками наборчик конечно выходит выгоднее но я заказала белый потому что ну мне нужны были белые чернила и первое что я поняла при использовании специальных каллиграфических чернил это то что их обязательно нужно взбалтывать потому что если не взбалтаешь что будет как с золотой краской я сначала ее не взбалтывала и она нарисовала мне достаточно бледной и особого эффекта не получилось мне очень понравились белые чернила и классный такой красный кровавый цвет очень меня поразил в принципе все цвета очень хорошие ходовые сохнет достаточно быстро этот готический шрифт я рисовала с помощью вот этих широкополосных перышек работать с ними тоже одно удовольствие с этой ручкой она как бы особых таких прикрас в работу не дает ей просто действительно эстетически приятно работать потому что она очень красивая эффектная и вот эти вот все шрифты делаются очень красиво работы со стандартными чернилами или тушью я поняла что эти профессиональные чернила для каллиграфии они более густые и с ними интереснее работать они расходятся не экономно но все таки с ними работа получается намного интереснее выигрышнее как-то более профессионально мне кажется я просто фанат разных крутицких скотчиков и заказала вот несколько наборов здесь у нас вот такой вот нежненький акварельный набор но не только акварельный здесь разные есть и разная ширина кстати есть более крупные более мелкие везде разные не повторяющийся рисунок и вот такой вот маленький наборчик я не знаю зачем мне столько заказала но я просто когда вижу эти красивые картиночки я просто не могу стоять и скупаю просто просто их очень много опять же взяла вот такой еще держатель для пера в некоторых стилях письма например в английском курсиве каллиграфии требуется вот такое вот косое перо я пробовала рисовать этот курсив обычным пером тоненьким но как бы читала что он не дает особого эффекта все получается стандартно а это именно дает красивые переходы линии так что я хочу сегодня с вами его протестировать и попробовать потому что не знаю правда насколько это удобно когда перо наклонено немного в другую сторону но говорят что к этому быстро привыкаешь но будем пробовать по поводу косой кисти я боялась что она будет немного неудобно для письма но в принципе эффект мне очень понравился здесь именно тот эффект которого я и хотела достичь которого не смогла получить при использовании стандартным пером это чередование тонких и толстых линий именно с косым пером она делается идеально для алисы еще и заказала вот такой вот наборчик unicorn slime kit здесь просто огромная коллекция всего крутого для создания слаймов его я вам покажу сейчас мельком вот смотрите сколько здесь всего классного полная распаковка этого бокса будет на алисином канале так что подписывайтесь на алилуна мы там с алисой делаем всякие челленджи делаем везуны участвуем во всяких прикольных играх и так далее и там мы полностью сделаем обзор этого крутого чемоданчика и сделаем по нему лизун лизун в стиле единорога я думаю это будет просто что-то невероятное уже в довесок заказала вот эти вот прикольные штучки для лизунов это конфетки всякие сладости из полимерной глины и сто ли они просто не представляете по моему доллара 2 не стоили вот этот вот достаточно увесистый пакетик это здесь было не очень много штук а в пакетике где было там 120 штук 200 штук таких маленьких разных фернюшек он даже стоил по моему долларов 5 или 7 просто я в таком шоке была но думаю ладно я уже так много денег потратила поэтому куплю небольшой пакетик оно тут еще запакованное это ребят просто была моя мечта кто смотрит меня давно знает что я просто неравнодушный фанат тыкв я обожаю все что с ними связано как они выглядят и я бы обставила себя просто всю квартиру обставила бы разными тыквами из разных там размеров форм и так далее в америке такие штуки как бы не не особо так редкие наверное но у нас в такие штуки стоят достаточно дорого в общем это такая вот баночка или вазочка для конфеток для печенек она стеклянная просто сейчас у нас тепло у меня нет такого ажиотажа как например осенью где я просто готова скупать все виды тыкв пока заказала одну но следующий раз я закажу себе еще разных стеклянных давайте смотреть посмотрите какой она хорошенькая она просто крутая скажите я один такой фанаты или кто-то еще любит эти милейшие создания также я наказала еще два фона для съемки для съемки видео они мне пришли вот таком тубусе смотрим что там у нас хорошая ли печать вот фоны кстати там стоили достаточно нормальных денег по моему 30 долларов двухсторонний рулон самый большой размер ну вообще как я знаю фоны всегда стоит нормальных денег не знаю почему это даже никакая не моющаяся ткань это просто какая-то бумага специальная вообще на сайте писалось что это какая-то специальная моющая бумага так у нас здесь ухты вот такой вот белая доска и голубоватая слушайте бумага реально качественно это даже не бумага это правда какой-то моющийся материал потому что она напоминает клеенку реально вещь качественная поэтому наверное она и стоит таких денег реально круто и все прикупила разные одежды это будет сейчас который я сижу я не удержалась я делаю сразу для видео мне такая клетка синий черный цвет просто очень идет поэтому я заказала себе вот такую вот у меня была похожая только с открытыми плечами это мне тоже очень нравится и смотрится она классно и она очень удобная стоила на по-моему долларов 15 что ли в общем достаточно дешево и качество мне очень нравится качество хлопок а это действительно хорошо потому что вещи такого качества обычно стоят достаточно дорого так с покупками с сайта amazon все еще раз напомню что ссылочка на почте ком будет в описании так что если вам понравились мои сегодняшние покупочки и новинки в творческой сфере советую вам зарегистрироваться и покупать намного дешевле чем вы сделали бы это у нас в россии или на каких-то других сайтах а далее покупочки пойдут с сайта не чик я их заказываю уже давно просто только сейчас они мне пришли уже до конца я вам обещала их показать в прошлом видео в общем показываю сейчас я заказала алисе классная платьичка с единорожками это скорее всего сарафанчик очень легкий на лето она обожает единорогов и такая вот такой сарафанчик ей действительно очень идет и такого цвета платьичка у нее еще не было поэтому вот нам с ней очень понравился такой вариант далее это вот такая вот футболочка мне действительно не хватало простых футболочек которые можно надевать там под джинсовую рубашку под джинсы когда я куда-то иду под какие-нибудь легкие спортивные штанишки и вот такой вариант очень не подошел стоил тоже не особо дорого ссылочка на эти покупочки тоже будет в описании так что там в общем описании много чего интересного заглядывайте иногда еще вот такой вот купальник на лето но что мне не очень понравилось он он качественный классно на мне сидит ну неплохо но мне кажется цвет вот этот вот цельный он на сайте был более приближен к телу то есть более такой бежевый этот более светлый но мне понравился он и я буду в нем тоже ходить на пляж еще очень крутая штука на сиденье это такая подставочка куда можно поставить напитки разные салфеточки и бутылочки еду все наше добро упаковывать на эту держалку как она называется я не знаю для машины и можно ехать в путешествие так как мы часто путешествуем в машине такой вариант нам очень удобен потому что алиса часто ездит с нами не часто всегда и ей постоянно что-то нужно там подавать какие-то напитки еду салфетки вытирать и так далее а с этой штукой реально очень удобно путешествовать это были все мои покупочки на сегодня пишите в комментариях что это вам понравилось больше всего может быть вы хотите какое-то отдельное видео по этим творческим покупочкам я с удовольствием вам сниму потому что мне нереально было прикольно тестировать все это и показывать вам как все это работает в живую очень счастлива спасибо за просмотр этого видео надеюсь я вас не утомила потому что это видео вышло долгим но реально все хотелось побольше показать все ссылочки в описании будьте креативными а я вам это помогу до скорого пока